Уважаемые коллеги, рад представить вам очень хорошие модели в 48-м аждабе от нашей родимой фирмы «Звезда». Началась этот выпуск великолепных моделей с модели LA5FN, которая в 2007 году стала моделью «Года». В дальнейшем, развивая свой успех, фирма «Звезда» выпустила LA5FN, вернее LA5, самолет более ранней модификации предыдущей модели, так называемая модель с «Гаргротом». После этого последовал выпуск Мессершмитта 109-го, ни одна фирма не выпускает, не может не обойтись без выпуска такой известной модели. В дальнейшем эта модель была усовершенствована более моделью F-4, которая представлена здесь знаменитой. И совсем недавно выпущен самолет Як-3. Один из самых лучших самолетов окончания войны. Ну и изюминкой нашей сегодняшнего дня является выпуск новой модели, давно ожидаемого, ближнего советского мордировщика Су-2. Теперь мы немножко заглянем и посмотрим содержимое коробок. Как уже видно, что вот показали вам, значит, коробку. Здесь мы посмотрим ее с этой стороны. Здесь предполагается, что самолет может будет собрать как в мобилянке на шасси, так и на подставке. Ну, нас здесь встречает великолепная инструкция, которая в виде раскладывающегося буклея. Это инструкция по сборке. Все детали пронумерованы. Очень хорошо показано именно расположение литников, их нумерация, состав входящей декали. Также литник с остеклением. На обратной стороне, как обычно, предполагается вариант раскраски. Вариант раскраски здесь. Есть один вариант стандартно в черно-зеленом камуфляже и второй в зимнем камуфляже. Два варианта декали они дают. Теперь посмотрим содержимое литников. Первым, что порадовало, конечно, это обилие такой изумительной и тонкой клепки, которую расположили здесь. Самолет был смешанной конструкцией. Крыло у него было стальное. Здесь даже очень хорошо проработаны ниши, куда убирали шасси с несоответствующими усилищами. Нерьюрами. Взляж самолета был деревянным, что подтверждает вот это. Смотрим сюда. Здесь шасси, обтекатель задней пулеметной установки. Обратите внимание, что здесь сделаны усилительные шпангуты, что, в принципе, несомненно украшает внешний вид модели. Прозрачный, здесь у нас еще есть один литник. Куда находится? Здесь находятся бомбы. Капот сделан из трех деталей, соединяется винт. Также летчик есть в сидящем положении и стоящий около самолета. В принципе, входящий в состав бортовая радиостанция, бомбы, бомбодержатели. Также даются щитки шасси в открытом и в убранном положении. Элементы двигателя самолета также очень хорошо сымитированы. Также входит литник с прозрачным остеклением фонаря. Остекление очень тоненькое, аккуратное. Умеется оно двух вариантов в закрытом и открытом положении. Также откидная часть задней стрелковой туре. Предполагается также декаль, но, как я уже говорил, на два варианта. Ну и как по традиции в последнее время в качестве бонуса найдется маленький тюбик небольшой, тюбик левый. Удачных Вам покупок! Ждем Вас с большим удовольствием! Субтитры создавал DimaTorzok